Итак, мы продолжаем вас информировать. Напомним, что сейчас продолжается воздушная тревога по всей Украине и осуществляются обстрелы со стороны Российской Федерации. Так, по свежей информации, во Львове прозвучали взрывы, об этом сообщил мэр города Андрей Садовой. Также стоит отметить, телеграм-канал Freedom оперативно сейчас следит за всей ситуацией по всей Украине. Если у вас сейчас перебои с интернетом, со связью, прямо сейчас заходите в телеграм-канал Freedom, читайте там последние новости. Я коротко зачитаю о том, что уже опубликовано. Во-первых, обломки сбитой ракеты российской повредили частное строение в Дарвинском районе Киева, а также припаркованный автомобиль, об этом сообщает Киевская городская военная администрация. В Одесской и Днепропетровской областях вводится экстренное отключение света во имя избежания более сильных повреждений. Также некоторые паблики сообщают о прилетах в городе Одесса, но эта информация официально не подтверждена, поэтому это лишь только пока что, пока она не подтверждена, это только лишь мысли и слова свидетелей, хотя это может быть и работа ПВО. Также ракетная атака была совершена на город Харьков, об этом сообщил мэр Терехов. В городе серия взрывов и предварительно сообщается, что есть некоторые прилеты, как говорится, но о пострадавших пока информации нет, информация уточняется. Также мэр города Ивано-Франковск господин Марцинкев сказал, что ранее опубликованная информация, которую, кстати, опубликовали и российские СМИ о том, что в Ивано-Франковске взрывы не соответствуют действительности, в Ивано-Франковске взрывов не было. Также хочу отметить, что мэр города Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в Киеве могут быть перебои со светом, и он попросил зарядить телефоны и другие устройства, дабы быть на связи всегда с своими родными. И также у нас есть информация, что над всей Украиной более 120 ракет, которые были выпущены злобным русским миром, чтобы просто разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских. Это из поста Михаила Подоляка. Также есть информация от него же, что мы ждем на очередные пропозиции, предложения от миротворцев про так называемое мирное урегулирование. Вот этот твит вы сейчас видите на своих экранах, переведу вам его на русский язык. Ждем на очередные предложения от миротворцев про мирное урегулирование, гарантии безопасности для России, ну и, конечно же, про нежелание провокации. Нежелательность провокации, скорее всего, имеется в виду. Ну и также глава офиса президента Андрей Ермак публикует в своем телеграм-канале очень много важных сообщений. Одно из последних я предлагаю вам самим посмотреть, зайдя в телеграм-канал Андрея Ермака, в силу того, что там не только смайлики, но они очень красноречивые. Но также сообщается о том, что силы ПВО сейчас очень активно отрабатывают и избивают большинство крылатых ракет типа «Калибр». Я напомню, что вскоре уже будет первая статистика от Генштаба Вооруженных сил Украины касательно количества сбитых крылатых ракет. Также ряд пабликов сообщает о том, что воздушная тревога до сих пор продолжается уже более чем полтора часа, если быть точным, один час и 32 минуты продолжается воздушная тревога по территории всей Украины. Сообщается также, что в городе Харьков, о чем говорила ранее Каролина, я еще добавлю, что уже мэр города господин Терехов сообщил о попадании в Слободской район города. И говорится о том, что станции «Метрополитен» перестал работать в силу того, что есть перебой с электричеством. Также сейчас ожидается перебой с электричеством и в столице, в городе Киеве. Ну и еще стоит отметить, что не только город Киев, город Харьков под обстрелами. Еще сообщается о том, что над Сумской областью уничтожена одна ракета. Об этом сообщает оперативное командование «Юг» также в своем телеграм-канале. И еще появляется оперативная информация о том, что да, уже более 120 ракет было запущено с Российской Федерацией. Ранее существовала, уже бегала, неподтвержденная такая цифра по социальным сетям. Это количество 134 ракеты, которые Российская Федерация готова была запустить с и самолетов, и с Черноморского региона, с своих кораблей. И очень важно также сейчас для тех, кто находится в Украине, все-таки зарядить телефоны по возможности. Тут, знаете, задача со звездочкой. Необходимо оставаться в укрытии, но вместе с тем, если есть электроэнергия, воспользоваться этим и зарядить гаджеты, телефоны, к примеру, для того, чтобы продолжать оставаться на связи. В том числе и следить за новостями, и, конечно же, сообщить, возможно, своим родным и близким о том, что с вами все в порядке, о том, что вы имеете возможность оставаться в укрытии. Также уже добавим вам публичной информации касательно того, что говорит Киевская военная администрация. Ранее мы говорили о том, что в Киеве осколки ракет упали в Дарвинском районе. И также сейчас сообщается о том, что повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе, детская площадка в Печерском районе. Это тоже сообщается сейчас от Киевской городской администрации. Вот сейчас вы видите осколок от ракеты на детской площадке в городе Киеве. Это уже первые фотографии, которые публикуют в социальных сетях. Да, действительно, это удивительно, как по покрытию можно узнать определенную детскую площадку в городе Киеве. Мы, конечно, будем продолжать следить за всем, что происходит сейчас по всей территории Украины. За тем, как Украина справляется, как Украина противостоит российским массовым ракетным обстрелам. И, собственно, мы вам озвучили и даже показали, что страдает от этих обстрелов. И, собственно, цели Российской Федерации, я думаю, также ни для кого уже не секрет. Кстати, стоит отметить, я вот параллельно крыльно мониторю и российские паблики. И, я бы сказал, так наблюдаются такие насмешки, что в городе Харькове пропал свет, что в Киеве слышны взрывы и что в городе Львов также пропадает свет и тоже слышны взрывы. Насмешки касательно того, что радость у людей из-за того, что они детские площадки обстреливают. Ну, пускай, как сказал глава офиса президента Андрей Ермак, что абсолютно за каждую ракету, запущенную по территории Украины, будет ответ, и ответ будет очень мощным и очень жестким. Мы держим руку на пульсе всех событий. Но в любом случае привычка насмехаться на тем, что кому-то плохо, кто-то терпит лишения, и более того, что кто-то терпит террор, она ведь останется в умах и сердцах людей, и, скорее всего, в ближайшем будущем будет направлена друг на друга. Каролина, и позволь, я нашим зрителям сейчас покажу. Из первых уст, только что мои знакомые из города Киев прислали фотографию. Это сейчас станция метро в Киеве, перебой с электроэнергией, отключают свет, и поезда могут ходить с задержкой. И также напомню, да, вот спасибо нашим коллегам, которые смогли вывести эту фотографию на экран. Так выглядят реалии сегодняшнего Киева. Если я не ошибаюсь, это станция метро Харьковская. Это зеленая ветка столичного метрополитена. Мы держим руку на пульсе дальше. Появилась информация, что еще серия пусков была осуществлена. Сообщается, что Ту-22М3 совершили пуски ракет Х-22 с акватории Черного моря. И также вот свидетели сообщают о том, что в Ивано-Франковской области сейчас работает ПВО. В очередной раз обращаемся ко всем, кто сейчас находится на территории Украины. Спрятаться в укрытие, дождаться отбоя тревоги. Мы всей командой телеканала Freedom, информационного марафона Freedom, держим руку на пульсе всех событий. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там прямо сейчас в онлайн-режиме публикуется вся самая последняя информация. Мы же вернемся в прямой эфир немножечко позже. А сейчас для вас готовим всю информацию. Продолжение следует...